Отчего бегут россияне? Ислам и христианство. Что общего? Всем привет! В эфире Универт Ньюс, а в студии Анастасия Кузьмина. Не прошло и полугода, как контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс вновь оказался забит желающими пересечь границу. На этот раз бегут и из Грузии в Россию. Подробности узнаете в сюжете. В сентябре 2022 года сразу после объявления в Российской Федерации частичной мобилизации россияне устремились в Грузию. Сегодня отмечается движение в обратную сторону. На фоне вспыхнувших в Белиси беспорядков люди хотят попасть в Россию. По сведениям очевидцев, на контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс стоят машины с номерами обеих стран. Точное число желающих вернуться обратно в Россию пока неизвестно, но речь идет о пробке в несколько километров. На повестке дня сейчас стоит вопрос об иностранных агентах. Но ведь возмущение общественное, которое имеет место быть, оно же ведь не будет одномоментно погашено. Одно дело снять с повестки дня обсуждение законопроекта, а другое дело полностью и всесторонне погасить общественные акции. Это же не одномоментно. И поэтому, конечно, те, кто, например, сегодня покидает Грузию, они рассматривают возможность того, что какие-то общественные протесты, они могут быть продолжены и, соответственно, будет ситуация политической внутренней нестабильности. В Грузии вспыхнули массовые протесты из-за принятия законопроекта об иностранном влиянии. Из-за этого многие россияне решили вернуться на родину. 7 марта в силу вступил первый грузинский закон. По нему иностранными агентами будут считать юридические лица, которые получают до 20% годового дохода из-за рубежа. В партиях считают, что определенные силы смогли представить инициативу в негативном свете и убедить граждан в его схожести с российским законом, что может расценивать как отказ от европейского пути развития страны. Авторы инициативы уверяют, что это смягченный вариант американского закона. А оппозиция, а также посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дюгнан ранее заявил, что законопроект скорее аналогичен закону действующему в России, а с американским не имеет ничего общего. Второй проект – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов. Он предусматривает не только штрафы, но и уголовную ответственность для иноагентов. Данный проект подразумевал определенные санкции контроля за неправительственными организациями, общественными организациями, в том числе и коммерческими структурами, которые имеют финансирование со стороны иностранных государств. В принципе, подобные законопроекты имеются в качестве законов, а также рассматриваются в качестве законопроектов во многих государствах. Но не везде они приводили к таким достаточно бурным реакциям. Почему произошло это в Грузии? Но здесь, наверное, нужно ответ искать в плоскости того, что действительно Грузия уже долгие годы имеет достаточно активные факторы внешнего влияния и в экономике, и в политике, в том числе и влияние со стороны западных стран, со стороны США. Поэтому, конечно, воздействие иностранных корпораций, иностранных источников влияния на грузинскую экономику, на грузинскую политику, оно достаточно велико. К зданию грузинского парламента пришли более тысячи противников закона. Сначала акция была мирной, однако затем начались стычки протестующих с полицией. О том, что законопроект об иностранных агентах отозван, сегодня сообщили правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа». Но по сообщению все тех же оппозиционеров, протесты будут продолжены. Арина Мурашкина, Универньюз. Знатокам все ученые степени покорны. Как прошла церемония вручения дипломов кандидатов и докторов наук, расскажет наш корреспондент Виктория Нагина. В Казанском федеральном университете состоялась торжественная церемония вручения дипломов кандидатам и докторам наук. Документы о присуждении ученой степени вручал проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Хочется пожелать, чтобы у вас всегда сохранился этот задор к научным исследованиям, интерес и чтобы здоровье позволяло не просто выполнить все задуманное, а еще и наслаждаться плодами вашего всего задуманного. Ученые признаются, после получения дипломов они планируют развиваться в разных направлениях. Одни хотят продолжить научную деятельность, другие – уйти в преподавание. Моя работа была связана с модификацией соединений, выделяемых из природного сырья. В частности, это был бетулин, который выделяется из короберезы, в цели получения различных средств с выраженными лекарственными свойствами. Планы на будущее есть. Хочу остаться в университете, преподавать и придумать курс по эндемологии в нашем университете. Кандидаты и доктора наук отмечают – переход на новый этап – большой шаг. Теперь для них открыты новые горизонты, а значит, человечество стало на шаг ближе к научным открытиям, которые изменят мир. Виктория Нагина, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Староста – это одно из ключевых звеньев в университетской жизни. Именно он является проводником между группой и преподавателями. Но как стать тем самым старостой, который будет помогать своей группе в преодолении трудностей? Подробности узнаете в сюжете моей коллеги Анастасии Упаевой. В Казанском федеральном университете состоялось мероприятие, посвященное старостам академических групп. Для университета старосты играют важную роль, так как через них происходит связь со студентами, решаются организационные и учебные моменты. На очередном собрании школы-актива со старостами обсудили ключевые вопросы, касающиеся работы лидера группы. Например, как решить конфликтные ситуации в коллективе. В Казанском федеральном университете, департамент молодежной политики, совместно с Координационным советом и совместно со старостами академических групп еще в начале учебного года разработали определенную стратегию разного комплекса мероприятий для старост, для того, чтобы они развивались, для того, чтобы они имели дополнительные навыки, компетенции, которые бы помогли им не только как лично, но и помогли в работе со студентами в своих академических группах. Для старост провели тренинги, направленные на формирование команды и правильном управлении ею. Также кураторы поделили участников на команды для проведения деловой игры, в ходе которой ребята обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются разные социальные группы. Старосты признаются, что данная школа помогает лучше изучить тонкости их деятельности. Я считаю, что данные мероприятия очень важны для старост, потому что они как-никак являются командирами своих академических групп, им важно сплочать группу в целом, находить общий язык с группой, координировать их. Отметим, что данная школа актива помогает развить лидерские качества, навыки решения проблем, что немало важно для того, чтобы стать хорошим старост. Анастасия Упаева, Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Казанский федеральный университет посидел председатель экспертного совета при Патриархе Московском и Всея Руси Иеромонах Григорий. Встреча прошла в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Какие темы затрагивались на лекции, узнаем далее в сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций прошла встреча с иеромонахом Григорием. На данный момент он является председателем экспертного совета при Патриархе Московском и Всея Руси. На лекции затрагивались темы, касающиеся доконфессиональности нашего общества и жизни в целом. Главная тема, конечно, я думаю, сейчас для нас, для всех, важно для любого человека, это смысл жизни. Это касается верующего, неверующего, мусульманина, христианина. А второе, конечно, поскольку мы живем в многоконфессиональном, многонациональном обществе, тем более, если речь идет о замечательной республике Татарстан, то как мы должны общаться, как мы должны понимать друг друга, о чем говорить. На сегодняшний день тема религии на телевидении и в кинематографе является одной из самых актуальных. Многие проекты представители общественности и духовенства считают оскорбительными. Иеромонах в этом вопросе подчеркивает, что важна подача материала. Существует множество интересных тем, важно, чтобы в противовес греховному становилось что-то еще, чтобы зритель ощущал контраст. К сожалению, и для журналистов, и для, скажем, зачастую, интереснее показывают, что такое не самое лучшее, но что привлекает больше внимания. А насколько оно полезно, для чего это показать? Чтобы показать, что есть плохое, ну тогда надо показать, что хорошее. Плохое показывается, а хорошее меньше. В ходе встречи студенты смогли пообщаться с Иерманахом и задать ему вопросы в режиме реального времени. Полную версию лекции в ближайшее время можно будет найти на сайте нашего телеканала. Ева Горюшенко, Маргарита Михайлов, Ариза Хитоглы, Универ Ньюс. Умитхан Хуснединов, студент второго курса магистратуры Института дизайна и пространственных искусств, стал ведущим нового строительно-психологического шоу на ТНТ. Как студент КФУ попал на ТНТ и чего ждать сидя зрителям в новом шоу, расскажет наш корреспондент Дарья Деменкова. Магистрат Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета Митхан Хуснединов стал ведущим нового строительно-психологического проекта «Хочу перемен» на телеканале ТНТ, где он совместно с ведущим Олегом Верчагиным и психологом Ольгой Агдаси помогает участникам проекта понять, какие изменения им действительно необходимы. К словам Митхана, ремонт в этом шоу не просто меняет жизнь, а помогает реализовать цели с помощью нового пространства. Это было прямо перед Новым годом. 26 декабря со мной связались продюсеры телеканала, предложили участие и пригласили на собеседование. На следующий же день я вылетел в Москву, мы с ними познакомились, пообщались. Так такового кастинга не было. В новой программе герои обращаются с жизненной проблемой. Люди не хотят возвращаться к себе домой, потому что их жилье давит морально, напоминая о чем-то в силу разных обстоятельств. Поэтому герою шоу приходят со своей историей, а сами эксперты проекта помимо изменения пространства помогают психологически. На самом деле для меня основной задачей стояло продемонстрировать зрителям, что ремонт может быть нетипичным, может быть бюджетным. Это не обязательно какие-то сверхдорогие проекты. Это не обязательно типично выкрашенные в бежевый-белый цвет стены. То, что можно работать цветом, можно работать с планировкой, создавать какие-то интересные арт-объекты. После участия в строительном шоу на ТНТ «Битва дизайнеров», где Умин Хан был финалистом, продюсеры телеканала пригласили его в качестве ведущего дизайнера в новый проект «Хочу перемен». Был 21-й год, это шоу стало выходить в эфир. Я увидел пару серий и подумал тогда, почему бы и мне не сходить на него. Ну, подумал и забыл. Через какое-то время приятель отправил мне репост с телеграм-канала, где срочно искали дизайнера парня в новый выпуск. Настолько срочно, что уже в ночь я вылетел в Москву и на следующий день был на съемочной площадке. Премьера шоу прошла 5 марта. Выпуски выходят каждое воскресенье в 10.00 на телеканале ТНТ. Дарья Деменкова, Адалина Аблерхманова, Универньюз. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»